Привет, я Энни Мэджик и наше путешествие со всеми пятью питомцами на машине, ребят, продолжается. Мы очень вас просим поддержать наш канал и поставить лайк на это видео. Да что ж такое Юй Чу? Чем больше лайков, тем быстрее ролик. И, конечно же, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, потому что мы идем к трем миллионам. Потому что три миллиона это большой сюрприз для нас всех. Ну и, как вы знаете из прошлой серии нашего первого в жизни мега путешествия на море, мы переехали в новый дом. Кстати, привет, Джонни Бой Лайф, за правильный ответ на вопрос. А в этот раз, кто найдет все спрятанные буквы в видео и напишет в комментариях правильный ответ первым, тому следующий привет. А сегодня вы увидите наш безумный сумасшедший заезд со всеми собаками и даже кошкой Кисой Алисой на водопад Джур-Джур, один из самых крупных в Крыму. Ну а до поездки я покажу вам, где же мы живем. Дом у нас трехэтажный и очень большой. В доме три спальни, кухня-гостиная и две ванных комнаты. С балкона на третьем этаже открывается просто шикарный вид на море. И с этого же балкона напротив моря мы видим одну из самых высоких гор Крыма, Аль-Петри. Туда мы собираемся поехать в три часа ночи по тяжелой серпантинной дороге через лес и встретить рассвет прямо на вершине. Вокруг очень классная территория. Кругом какие-то беседочки, дорожки, лесенки. И мы каждый раз ужинаем, обедаем или завтракаем в какой-нибудь другой беседке, ни в одном месте. Тут реально было бы круто поиграть в прятки, особенно ночью. У хозяев аж целых три котика. Некоторые из них приходят к нам в гости. А еще тут есть свой личный водопад. И сюда, когда мы здесь ужинаем, постоянно прилетает местный соседский ворон. И попрошайничает еду. Ворон, привет! Бери! Счастливая? Сейчас я прям путь проглотчу. Как она, интересно, его съест. Она его проглотит или разорвет? Ты за добавочкой прилетела? Ворон, ты что хочешь еще? На! Интересно, вернется в третий раз она? Или что, ты стесняешься, скромничаешь? Да подходи, Босик. Да ладно. Да иди, да бери. Берите сами свою картошку. Пошли вы, говорит, со своей картошкой. Не хочет овощей. Хочет мяса. Вокруг очень красиво и много растений в саду. И есть отдельная башня-беседка, из которой можно тоже смотреть на море. И самое главное, бассейн. Скоро мы в нем искупаемся. Ставьте лайк, если хотите такое видео, потому что бассейн большой. И в таком мои питомцы еще никогда не плавали. У нас тут даже есть отдельный домик, где можно поиграть в бильярд и пинг-понг. Алиса очень любит вот этот этаж второй. Она тусуется либо здесь, под одеждой, либо вот на этом подоконнике. Да, кис Алиса? Да, Алиса, путешественница. Ага, понятно. И она все время здесь лежит. Ей нравится, видимо, наблюдать в окошко. Пляж нельзя сказать, что прям вот близко, прям около дома, но пешком дойти можно. И иногда мы со всеми песиками ходим прямо на море. Вышли за территорию дома. Посмотрите на эту семейку. И что? Куда мы идем? Мы идем на пляж. Спуск довольно резкий. Сейчас снимем видео, куда приведет собака, если ей дать возможность свести. Смотрите, ребят, где мы стоим. Там какая-то, мне кажется, вообще заброшенная гостиница огромная. Вот это вот заброшенное здание большое. Надеюсь, вы посмотрели ролик про то, как впервые в жизни они все вместе увидели море, особенно Миша. А еще, я надеюсь, вам нравится наше видео, где я смешиваю влог и заодно делюсь и рассказываю, как проходят наши дни и как мы проводим время. Смотрите, море, море. Волна прям, такое голубое. Такая четверка спасатель. Эй, эй, что вы там нашли? Водоросли какие-то едят. Ну, что ж такое-то? Не нравится им, кстати, по камням ходить. Софиши особенно, вот не любят они по камням. А тут везде много очень каменных пляжей. Увидела, как Эйвен ел тут хлеб, лежал, кусок хлеба жевал, ну, соленого, побитого морской водой. Эйвен, ты что, отравиться хочешь? А? Отравиться хочешь? Нельзя. Нельзя ничего подбирать. Софиша с Эйвеном поднимаются с пляжа. Юмичу с Мишей тоже. Пока море. Сегодня оно грозное. Смотрите, какая красивая дорога, горы вокруг. А еще в Крыму очень ветрено. Даже если жарко, все равно ветер. Вот так вот с четырьмя по Крыму и хожу. Все четверо. Питер меня приучил, научил ходить именно с четырьмя. Теперь получается. Кстати, до того, как попасть сюда, в Кореиз, это небольшой городок рядом с Ялтой, мы объехали очень много прикольных мест. И, конечно же, я не успела показать вам все, например. Мыс Хамелеон. Это высокая, как бы, гора, насыпь, которая уходит далеко. В море и хамелеоном называется, потому что в зависимости от погоды и освещения меняет свой цвет. Реально, представляете? То есть вот этот кусок земли в море может быть зеленым, коричневым или розоватым. Там очень сильный ветер. Просто нереально сильный, что аж сносит с ног. Вокруг море и обрывы по бокам. Причем земля эта довольно рассыпчатая. И в любую минуту может отвалиться еще кусок в воду. А по вот этой вот узенькой, очень узенькой тропиночке можно пройти на самый край мыса. Очень-очень страшно. И такое ощущение, что в любую минуту ты можешь сорваться вниз. И все. Когда мы его нашли, у нас с собой была только Софи. Конечно, на самую узенькую дорожку я ее не взяла. Софи, покорительница мыса Хамелеон! Молодец, Софи, поздравляю. Ты выиграла медаль. Давай лапу дай, дай. Молодец. Поздравляю, поздравляю вас. Дай, да, поздравляю. Мыс Меганом. Туда я не брала с собой животных, потому что дорога очень тяжелая и длинная. И там огромные территории. Но невероятно красиво ехали мы туда через степь. Видели лошадей. Это все просто капец, какая природа. Ехали мы не на своей машине, а на специальном вазике. С водителем, который знает эти места, потому что иначе там можно просто застрять. Поднимались на вершины мыса и смотрели вокруг. Это очень красиво. У меня даже не находится слов описать свои ощущения. Кошку, понятное дело, я с собой сюда не взяла. Ну а про собак. Софи 9 лет. Она довольно взросленькая, и это может быть для нее не очень хорошо. А Эйвену вообще 10. Тем более у него сердечное неизлечимое заболевание, и ему просто-напросто может стать плохо. У Мишки много шерсти, и ей может стать жарко, и случится тепловой удар. Все-таки они маленькие собачки, и несколько часов преодолевать огромные расстояния не всегда легко. Юми моложе всех, но даже для такой молодой собаки такой далекий подъем и километр просто от территории и расстояния могут оказаться опасными. А на руках кого-то нести тоже очень тяжело, потому что руки нужны свободные, и если даже использовать какой-то рюкзачок, то этот лишний вес может слишком мешать. Кстати, я вас просила под каждым роликом задавать свои вопросы, потому что я, во-первых, отвечаю на них в комментариях, и выбираю один для видео, в каком мы городе. Сейчас это Кореиз, но мы не останавливаемся подолгу в одном месте, а постоянно едем. Мы начали с самого начала полуострова и собираемся проехать все побережье, облазив самые красивые места, а затем поехать на другой конец и уже вернуться. Ну что ж, а теперь отправляемся на водопад. Погнали! Сейчас мы впервые в жизни с Алисой, со всеми просто четырьмя детьми, на их там я не знаю, на вазике, вот на таком вот с открытой крышей, заедем на водопад Джур-Джур, ехать туда, сколько ехать? Минут 15? Да, минут 15. Минут 15 пешком идти 50 минут 3 километра, поэтому мы решили ехать на вазике, потому что у нас слишком большая семья, чтобы идти пешком. Так что вот, Алис, ты как там? Мне кажется, мы впервые в жизни в таких экстремальных условиях еще из киса Алисы поднимаемся в горы. Просто вообще нормально мы пробираемся. Да нет, видно отовсюду. Хорошо, что мы сюда сами не поехали. Миша, Миш, как ты? Держишься? Держись! Вы же герои. Мы не такое переживем, да? Да? Алис, ты там? Короче, мы с пёселями поднимаемся 300 метров нам до водопада. Мы доехали. Всех вырвало. Ладно, я пошутила, на самом деле никого не вырвало. Мы добрались, но это было адски, просто адски. Мне кажется, у нас впервые в жизни такой трэш. Даже когда мы на яхте плавали с Эйвеном и Сати в шторм, нас не так трясло. Просто дорога вот так вот, сплошные камни. Ну, нам попался хороший водитель, который тезка Миша. Его тоже зовут Миша. Сейчас посмотрим на водопад. Давай, молодец! Молодец! Давай, залазь, залазь! Залазь еще! Не хочет. Ну, иди-ка, Маша. Давай, Плать, пошли. Пошли, юночка. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, молодец. Уже слышно водопад. Мы сейчас пойдем по вот такой вот лестнице просто. Давайте. Идем, идем, идем. Миш, давай. Миш, пошли, пошли, пошли. Давай, пошли. Все, все идем. Спускаемся, да? Спускаемся. Эйвен, Софи, нормально. Юми тоже. Миша тоже. Уже в команде, уже сообразила. Такая лестница. Длинная, узенькая. Высокие очень ступеньки. Им не очень удобно, наверное. Но. Идем. Миш, Миша, Софи, твоя толстожопика так смешно перешагивается. О, Мишка уже обогнала вон всех. Мы дошли. Он просто огроменный. Огроменный. Вот там люди, по ним видно, какой он большой. Сейчас пупсики какие-нибудь. Да? Пупсики. Пупсики. Пошлите. Дети все со мной. Смотрим на водопад. Всем пофиг. Одной мне не пофиг. Иди сюда. Вот молодец. Миш, давай. Давай, 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 давай. Все пёсели пошли с друзьями туда по лестнице. Мишка, мы с Мишкой, мы с Мишкой пытаемся подняться. Миш, пойдем. Пойдем, давай. Давай, Мишаня, давай. Молодец. Все бегом по лестнице поднимаются, а Миша на каждой из ступеньки стоит и боится. Миш, давай, пойдем. Пойдем. Я ее уговариваю. Молодец. Пойдем. 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 Ай, молодец. Ай, молодец. Умница. Давай, давай, давай. Давай, давай. Молодчина. Софи с Юмичу вообще нормально себя чувствуют. Сидят, не лежат. Просто Миша лежит. А они сидят просто по сторонам такие смотрят, разглядывают. Че, как. После долгого подъема наверх просмотра водопада. Пьем воду как дикари просто. Сейчас еще немного. Да. Да, кто такие молодцы. Кто так поднялись. Молодцы такие. И вторая парочка пьет. Всю бутылку выпьет. Алиска, молодчинка. Такая обслюнявилась, но доехала. Молодец, герой. Такая тренировка, я думаю, ее научат на всю жизнь. Это наше первое в жизни путешествие со всеми питомцами на машине. И я благодарна вам за поддержку. Ребята, спасибо вам огромное. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся скоро в новых видео. Любим вас. Субтитры сделал DimaTorzok.